Арка Арка – это удивительная конструкция, используемая с древнейших времен. Она сложена из камней, которые держатся даже без связующего раствора, потому что под действием собственного веса камни распирают друг друга. Арочные конструкции использовались древними инженерами для постройки мостов, которые сохранились до наших дней. Каменной аркой легко можно перекрыть пролет шириной больше 30 метров. Представляя пролет к пролету, древние строители возводили не только мосты, но и гигантские многоэтажные акведуки, по которым вода подавалась в города из удаленных источников. Мы построили свою арку из деревянных брусков. Она оказалась не очень устойчивой, потому что бруски слишком узкие, и арку уводит в сторону. Так что мы немного укрепили ее изолентой. Но она выдерживает нагрузку и не рушится, можно даже нажать на нее сверху. Центральная часть арки своим весом распирает боковые части и стремится раздвинуть их наружу, а сама хочет провалиться вниз и надломиться в середине. Чтобы этого не происходило, надо нагрузить арку сверху и сбоку. Каменные мосты устроены именно так. Так, этой кладке уже две тысячи лет. Посмотрите, как она прекрасно сохранилась. Строители средневековых готических соборов перешли от арок к сложным конструкциям арочных сводов. Мы уже знаем, что такой свод стремится раздвинуть стены и опрокинуть их наружу. А ведь в этих стенах сделаны огромные окна с витражами, поэтому их надо чем-то подпирать. С этой целью собор окружался внешними подпорными элементами – аркбутанами и контрфорсами. Именно на них и опирается свод, а вовсе даже не на стену. Купол – это своего рода трехмерная арка, и он является одной из самых прочных конструкций. Диаметр купола Римского пантеона – 43 метра. Это одно из самых смелых инженерных сооружений античности. Купол Флорентийского собора Санта-Мария-дель-Фьоре, построенного в Брунелеске, перекрывает такой же диаметр. Мы уже знаем, что мраморная башенка, стоящая на куполе, только укрепляет его, создавая нужные сжимающие напряжения. А сейчас мы стоим рядом с Новосибирским оперным театром. Диаметр его железобетонного купола, спроектированного в конце 20-х годов, составляет 60 метров. А толщина этой оболочки равна всего 8 сантиметрам, что в 750 раз меньше диаметра. Для сравнения, толщина скорлупы куриного яйца только в 250 раз меньше диаметра. Редактор субтитров А.Семкин